Сегодня у нас 11 июля 2017 года. Уже звонком идёт. Маша звонит. Во, все собрались на завтрак. Кушать все хотят. Что, дождик идёт? Да, дождик идёт. Душ, летний душ. Иначе идёт, да? В середину ночью был дождик, сейчас тоже накрапывает, небо затянутое. Что было? Ничего? Ничего. А что говорят, тут голубей потаскали дамы? Да нет. А что? Нет, не было ничего. Заходите быстрее. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, не сшибите. Видите, она. Себя просто немного нащакало, она кончилась, она свежая была. Так что, держи, заверни. Промашь что-то, целлофан несколько раз. И там нигде не положи в таком месте, чтобы предупредить их держать, чтобы вискут или не было, что я не знал кого. Боже, милость, любовь и грешен. Создава мне Господа, помилуй меня. Боже, слава, если грешил Господи, прости меня, грешен, помилуй и благослови. Милости твоя полная земля. И ты повелел земле производить плод и зелень на пользу человеку. Слава тебе. Да будет этот день благословением, радостью, восхвалением твоего святого имени. Благослови братьям наших путешествующих. И Игоря, Ижесима. И нас помилуй, милости твоей ради. Да будет между нами мир, любовь и согласие по слову твоему. Хвала тебе, отец сын и слепой дух. Аминь. Аминь. Откуда вы езжаете? С разъезда, с подстеглой. С разъезда, с подстеглой. Здесь, с которой. Да. А кто вас посадит? Ну, с Романом договаривались. Сегодня еще пойдем. С Романом договаривались. Да. Вы должны поехать раньше, хотя бы на час, в машине там посидеть. И пока он не посадит вас. Мало ли что, дорогой, чтобы успеть дать сигнал, с кем-то договориться. Она под контролем держала. Да. А кто? У кого машина рядом? У Виктора она не рядом. Так, станьте как опоздавшая еще. Можно, можно. Сейчас не надо перебивать. Ну, не надо нахалища. Только заходит и сразу перебивает. Станьте спокойно, чтобы видно было, что пришел Смиренович, это христианин. Не дерзкая гора мяса. Так, стой спокойно, не крутись. Значит, я вечером расстаюсь с вами после ужина и больше вас не увижу. Да. Я еще раз посмотрел ваши снимки, где кое-что возьму для интернета даже. Это будет, когда я вернусь в Барнаул, 10 октября, там займусь. Я только сейчас закончил смотреть. Многое идет в корзину, но из корзины я фактически все сохранил. В отдельном, на 3 с лишним гигабайта. Вот. Так, я тебе отдал твою флешку, но тебе я скачал все, что нужно было, из корзины закачал. Так что, главное для нас снимки сделала Ангелина Устинова. Хорошие у Виктора Ставченко получились. Он в воде, был рядом. Вот. Мы где снимали, не учитывали, надо снимать от света, как Володя снимает, а не на свет. Там затуманено. Ну, вот у нас, если он фотограф делает, обязательно включить вспышку. Она не делает вспышку, но без нее размытая получается. Сохрани аппарат, чтобы вынесешь, а наша тогда получишь. И корзина кто-то отдельно займется потом. У меня было, я отдавал Никите, у меня хранить негде. Займись этим, создай корзину еще раз перебери, а размытые убери и оставь себе на архив. Мне негде хранить, потому что вот этот аппарат мне даже записывает то же самое, но объем раза больше. И в прошлый раз я даю за неделю 100 гигабайт. Ну, это понятно, что никаких дисков не хватит. 100 гигабайт за одну неделю. А до этого у меня больше 50-ти никогда не было, даже меньше. 30-40. Ну, ладно, встаньте вместе. Ну, ладно, иди. Вечером приходил ко мне, подожди, Маша. Приходил Владимир, это Демченко, выезжает. И он не знает, что комната и стенки стучит там. А стенка только ежик слышит, ежик да кошка. Плохо Маше, можно ей в туалет? А? Маше плохо, можно в туалет ей, а то она не вытерпит. В туалет надо? Да, да. Ну, так и иди. А что я раньше не садила? А ей плохо сегодня всю ночь? А из-за чего? Облопала с чего-то? Так же, как все, вырвала и... Так же, как всех нас, то есть два-три дня. Ну, вы маленько смотрите, кому что давать и как. У нас ничего такого не было. Она делает то, что и все. Вы эту сушеную рыбу наложили всем? Нет, еще сейчас будем раздавать. Мы не знали, сколько взрослых придет. Много слов и мало дела. Я вчера сказал, положите по две сегодня. Я сегодня попробую. По две, каждому. Детям не давать, потому что там косточки встречаются. Никакой тут беды нет. Ну, бывает что-то такое. Но это молочное, молочного нет. Сегодня богослужение, значит, с пяти надо узнать, да? А завтра с восьми. Потому что это день Петра и Павла. А роздывание будет только в четверг. Это понятно. И вот за... стущи там в дверь, он мне... Как я его слышу? Я ответил, говорит, только окошко и... Смотрите, какой дождь идет. Подожди. Да, давай. Ох, сколько о дождей хотелось бы сказать, увидеть. Вот он стущит, звонит, а его номер у меня не отмечен. Я не знаю, кто. А я в дверей стою. Кто ты стоишь? Я и голоса не узнал. Ну, вышел, звонил. А я стущал, нет. Так а что стущал-то? Ты можешь стущать там по березе, по дереву, по земле. Мне разницы никакой нету. Ты постучал бы в окно, подошел. Тут не трудно. Да раз стущишь, нет, подойди, окно. Два окна всего. Я сижу у окна. Понимаете, везде нужно на обстановку смотреть, так. Ну, поговорили. Много для него нового. И он мне сказал, следующее, вот я обязательно приеду с женой и с детьми. Италия умешивается там. Ну, поговорили, стал я показывать там, где прощается тут. Вот Ваня играет на баяне. И с этим он еще этого не видел и не знает. Ему все было интересно. И вот как у Бога все вымерено. Он еще раньше спрашивал, для слова Божьего нету. Я ему послал все книги. Она у него есть. Или кто-то ее там уже успел взять или что-то. Мне нужно в бумажном варианте. А только в интернете. А он все книги выписывал. Но выписывал через Москву. Так дешевле. Или он не видел или не знает. А это у меня второе издание. Оно ламинированное такое. Ну, то есть высшего класса. Из Америки мне даже написали. Говорят, у нас так книги не издают. Какой высокий класс. И такую, где типографию издает, это в Горно-Алтайске. И издает там Эдуард Васильевич. И мои книги прошли через Надежду Ивану. Которая его заказывала. Ну, то есть высочайший класс издана. Уругление. Ламинированное. Цветные. Отлично. Он вытаскивает деньги. Я говорю, да я тебе подарю ее тогда. Раз ты так хотел. Новый завет у тебя есть. Но у меня 38 книг вышло. Но я посылаю 37. И даже меньше. Кое-какие кончились книги нету. И я, ну, допустим, нету. Но я все-таки нахожу. У меня в запасе есть там мизерный такой. Попросили в Испании на страну. Испания один. А ты из Италии. У меня... Это книга стихов первая. 314 страниц. Первая. Так, кажется, я говорю ее. 314. Но у меня не изданы 4 тома. По 800 страниц стихов. Одних стихов. Где заполнено... Каждая на странице 42 строчки. А 36 строчек. Это 9 куплетов по 4 строчки. 36 и эпиграф. Везде эпиграфы из Священного Писания. И занимаются все до одной строчки. 4 тома. И до одной строчки заняты. Такого никто не создавал для создания мира. Почему? Так открылось. И почему именно 9? Я ничего не могу ответить. 3. По троице. То есть я могу объяснить это. Как? 9 куплетов. Почему 9? И они полные. И с эпиграфом. И часто бывает на каждой строчке место из Святой Библии. Откуда это взято? Ну не было этого никогда. У меня тут один подражатель нашелся. Даже стал писать так. Сергей Пупков. Тоже давай указывать места Писания. Из Библии. Откуда это взято? Ну и вот так. Немножко. На некоторые. А у меня очень много. И нужно Библию открыть 36 раз. И сестры считали. В Барновле говорят. Примерно 20-25 минут уходит одно стихотворение прочитать. Я его вчера прочитал. Последние, которые я рассылал. Два стихотворения. Ну а потом прочитал последние. Я женщинам всем благодарен и в доступе. Что мимо меня не заметив прошли. Щекосы струили все. Взглянули лишь косы. Змеей струили щекосы. Заноза и в них не вошел. И нечего того расшить. Ну и последние. Я обстирана. А накормлю сестры. На шапках в своем табурете, как в кресле. И умы по-прежнему острые, в удобный источник. Слова его очень тронули. А как это писалось? Не могу ни на один вопрос ответить. Просто рука писала. Представь себе. Пушкин пишет стихотворение. Там четыре куплета. И он там сорок раз поправки делает. То есть ему и так кажется, и так. А в конечном счете ничего и нету. Ну и Евгений Евгений. Еще он там. Бездельник там. Онегин. Ничего не делает. Она признается в любви. А это не делает. Больше ничего нету. И вот это хитросплетение юбошное. Нет ничего. Здесь же каждое слово должно касаться души. Возводить к Высшему. И бывает такая интерпретация. Это называется перенос. С одного события. С одного места на другое. Эпохальное время. И конкретных человек. Это двойной перенос. Это затруднительно. Но вот так делается. У меня на 3467 стихотворения ни одной поправки нету. С чистого листа. Так никто не пишет. А как так? А как, чтобы получилось странно? Да не так, что любовь, кровь вновь. Истертая. Необычная рифмовка. Вот как я показал. Встречал. Показывал у Высоцкого дядя. Не знаю. Просто не знаю. На молитве мысль одна. Встречается строчка. Я молюсь. А то строчка как блеснет. Я скорее карандашом запишу. Все. Тихотворение готово. Одна строчка. Появляется. И я по ней. И эпиграф. И на каждой строчке. Эпиграф самый смешный. Как-то один приехал тут потеряевский. И говорит. Хоть один у нас умных потеряевский есть. Я думаю. Что он говорит. На меня показывает. Так написать. Да то есть. Мысли то все из Библии. Я указал. Да как Вы знали где мысль. Тогда это еще умнее. Ну. Поговорили. Я ему говорю. Я даю бесплатно. Вам это. Не надо еще. Ну бесплатно и все. Когда хочешь беседовать. Он раскошеливается. Достает евро. И мне подает. 170 евро. Умножьте. Наверное. В среднем на 68. А еще 70. Это уже. Стоит 7 тысяч. 70. Ну. То есть. 40 тысяч. А мне это. Сейчас придет бульдотер. Мне вот так. Я не беру еще. Отказывайся. Никаких он мне их дал. Доедешь до дома то хоть. Вот видите как. Я даю бесплатно. Ни о чем не помышляю. Кого брать то. Тем более. Он помог. В морозильную камеру. 20 тысяч сверх книг прислал. То есть. Он уже благодетель. А он еще тут сразу. Вот как у Бога. На такую. Нашу. Простодырость. Вот эту. Господь щедро открывает дары. Не отверзли я вам небо. И вот. Вчера такое у нас. Прощание было. Пошел. Вот. Помолились вместе. Доедет сообщить. Вы поедете. Вечером помолимся вместе. И когда идете. И в интернет будете входить. Постоянно. Там будут ваши фотографии. Неоднократно. Неоднократно. Как мы с Илюшей. Первый день там работали. И я Илюшу хотел спросить. Выйди. Выйди-ка сюда. Ну. Не жалеешь, что приехал сюда? Нет. Нет. Так. Получил для тебя полезное? Да. Значит. Распрямись. Не горбаться. Не перемешивайся. В чашки просто не гоняй эту одну фасолинку. А. Сразу. В себя ее. И пусть она там варится. И скорее поднимай руку на второе. Чтобы не пропустили. Знаешь. У нас когда много людей говорит. На артели и каша кипит. Вот. То есть. А. Мне вчера Илья подошел. И говорит. День Волова. Говорит. А мне вот. Бог говорит. Веру дал. Бог говорит. Веру дал. Веру дал. Вот видите. Как все получилось. Благословенно. Было. По здоровью все хорошо. Так. Все. Пойдешь вечером Володя. Примешь. Я там не захожу. Все. Прими. Проверь. Чтобы ничего не забыли. Ни одного гвоздя лишнего не было. Корточку. Там где. Это. Стекло вставить. Ну. И узнать. Что у него там как есть. Я спросил Иосифа. Там на 180 кВт. У него было всего. То есть. Узнать. Записать. Под замок. Замок у кого. Ключ у кого. От этой. У вас. Не забудьте никак. Сейчас же отдайте прямо. Отдать прямо. Сходить специально даже. Иначе и ключ уедет от этой. Которая на столбе. Электрическая. А мы его с собой не носим. Так. Срочности. Нет. Так. Чему ты научился здесь? Научился пилить. Еще. Я много чего научился, но не могу перечислить. Научился ценить должку. Да. Чтобы быть серьезным. Это тоже. Чтобы мама когда с тобой рядом в руках ничего у нее не было. Ты берешь на себя. Ты взрослый мужчина уже. Взрослый. Тебе уже 10 лет есть? Скоро будет. Скоро будет. Представьте. В полное колхозное стадо. Брату отдаю 10. Я под пасток 5. И мы все лето посеем. Не так, чтобы пол дня, как сейчас. И мы посли. Первый только снег чуть-чуть сошел. Туда гоним уже кору. И перестаем пасти, когда снег полностью покроет землю. А чтобы так пол дня, я даже не слыхал такого. И нам доверяли. А отец свое дело тут делает. Док перестраивает. Летет одной рукой. Он без руки вот так был. Мы научились это ценить. И ты вот здесь увидел, что все работают. Все. У нас как-то дядя Сергей, вот Павлович, он заболел. Что с ним случилось, не знаю. Я болею. Температура. Ну и что дальше делать-то? Тебя одного дома оставить. Ты будешь сушариться везде. Мы его на тележку положили. И ролик называется. Больных не оставляем. Берем с собой на работу. И на работе он лежит. Я его там накрыл палаткой. И спрашивает. Будешь работать или лежать будешь? Молчит. Мы ушли. Глядим. Зашевелилась палатка. Вылез он из него и пошел носить бренышки. Было такое. Он серьезно заболел после одного спора с нашей сестрой. Их искусил лукавой. И он сразу же заболел. И заболел серьезно. Он болел, если я не ошибаюсь, с саркома была. У него операция здесь. У него сразу пошли желобаки. Прям сразу же где-то. Ну что, в город? Я говорю, не езди. У тебя анализ здесь брать надо. Ни ножовый рот. Мы с ней. Притом он сказал, согласно устава, правильно. Но у него и гибкости нету. И он так сидит. Лежать. А она не починилась. Она не такая. Вот. Она решила, кому больше давать первому пищу. Что-то такое там касалось детей и взрослых. И все. Я говорю, первым делом, ши сейчас тебе высокий воротник, чтоб солнце не касалось шеи. Башлык и прочее. И попроси прощения. И они примирились. И вдруг у него все исчезло. Это чудо, как у Сложеницына. Уже вынесли в коридор. Помирать. Никто не помогает. Рак все окутал. Рак. И вдруг выздоров. По сей день врачи не могут объяснить. Александр Исаевич именно тот, которого Бог избрал и показал еще одно чудо. Выжил на войне. Выжил в Гулаге. Выжил от рака. Выжил за границей. Вернулся. И здесь никто его не убил. И умер своей смертью под 90 лет. Это по многому показывает пророк нашего времени. Вот так. Все. Так, ты на меня-то не обижаешься? Конечно, нет. Я тебя если трогал и хотел, чтоб ты был лучше другим. Чтоб мама никогда ничего не несла. Слушай, мама, я буду сильный, я же тебя сам повезу. Для матери, говорит, если на огне приготовишь даже суп, на огне огонь будет жечь. И тогда ты не все сделал. С чем, говорит, я вас дам ей за родильные муки? Говори, Сергей. На днях звонил Батугин Михаил. Да. Когда? Ну, неделю назад. Ага. Я еще не был здесь. Он, говорит, я смотрел ролик, и краем уха услышал, что Игнатий Тихоновичу нужны деньги. Что делать? Я, говорит, смотрел ролики, и вы там сказали, что вы нуждаетесь в деньгах. Ну, как сказал, я нуждаюсь все время, тем более летом, так как грандиозно работаю. В общем, он это принял к сведению и перечислил на мою карту для вас 10 тысяч рублей. Вот. Я эти деньги сейчас перечислил Барабашу, он там в городе снимет, и сегодня вечером у вас будут еще 10 тысяч. Я не нуждаюсь, если образно сказать-то, нуждается дело, которое я делаю. Ну, понятно. Я нуждаюсь все время. Почему? Потому что у меня работа непростая. Если только сумеет, с дорогой, мне-то с большим выдвижной стрелой, то мне сразу можно готовить 350 тысяч. При пенсии 6,5 тысяч. Явное дело, что я играю с чужими деньгами. Так, сегодня мы с вами простимся, вы поедете, чтобы Господь позволил забыть, что было недовольство какое, а осталось доброе. Иначе то недоброе, вот когда люди обсуждают где-то, то все меняется. Вот, встречаюсь с человеком, только поздоровались, я вижу, он где-то судил меня. Судил, и у него перегорели нервы. Между домашними уже глазами водят по сторонам, уже общаются с теми, которые враги. А что? Осуждение. Этот грех, который не имеет оправдания. Никакого. Ну, человек сворвал. Почему? Да у меня этого нет. А у него есть, у него я вижу две, я в окно смотрю, а жена постирала, у меня тогда свитеры были. Я говорю, что он подошел, мужик один снимает, прямо под окном. Я вышел, а ты что делаешь? Так, у тебя аж два, говорю. Я понял, христианин. Только внутри гор, а внешне христианина, видимо. Вот. И если где-то человек впал в грех глудный, ну почему? Я такой красавицы не видал, и она такая музыканша или певица. Ну там в Библии написано, не сиди наедине с певицей, не присти с прелестями ее, не обнимай чужую грудь. Ну, то есть все там есть. Он может объяснить, ну а судил-то ты почему? Я сегодня события дня про это и сказал. Зачем мы судили? Вот выступает вот такая, говорится, не лисо, а ряшка. И судит меня перед телевидением 24. А какое отношение имеет он к лагерю? Никакого. Кемеровская епархия. И там вдруг находят удар своего Евгения. Кто он? Какой там информатор. И начинает говорить обо мне. Это на телевидении, на весь мир. Я детей учу лжи. Где? А то, что мы убегали из Тана. Ложь, а проявляется в уговорении. Ложь, допустим, я туда показал, на самом деле туда. Как и я. Спросишь, русский спрашивает. Латыша, где я тут кинотеатр? Он показывает там. Вот так. Туда или сюда. Дети не встречаются никого. Где ложь? Он не может сказать где. А болтать надо. И вот они такие враги. Новосибирский какой-то там дьякона поставили. Лжи-миссионер. Я лжи-миссионер. Он знает, что такое миссионер. Чтобы судить о лжи-миссионере. А где-то ты бывал. Да не бывал. Только у корыта. Отщапкал сидел там всю жизнь. Не знаю. Андрей Куран знает. Говорит. Самый знаменитый, выдающийся миссионер современности. Об этом говорит Олег Стеняев. Необычное действие Духа Святого. Что люди обращаются. Вот сейчас крестились. Это все новое пришедшее. А тот никогда не видел. Он стоит и лопочет. И таких много и заходят. И мне вчера Владимир Демченко ей говорит. Я натолкнулся. А там целый поток на вас. Я говорю. Положительное это то, что пока они вокруг меня лают. Бегают. Мощатся. В это время. А другие от них не страдают. Я их на себя откинул. Эти силы то. Они тут. Бьются. А бьются то с выдуманным. Не со мной. Я оборачиваюсь. О ком они говорят. Совершенно никакого отношения ко мне не имеет. Или я был баптистом. Ни одного дня. Ни одной минуты. Во всей природе у нас не было никого. Никогда. Я был баптистом. Ну а где ты? Какие доказательства? Нет. У них там я получил Библию. Получил. Они вышли в другую комнату. А я помолился. Все. То есть я от них получил. Я этого не забываю. И все время могу. То есть там из Ильской партии выходят. Безбожники. Библиотеки. Нашу миссионерскую деятельность. Они во сне не видели. Мы прошли. Не пол Европы прошагали. А до конца. От Владивостока до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. 600 городовых районных центров. Библиотеки. Во всех библиотеках дарили. И дарил книги. Это. В каждой библиотеке я дарил на 750 евро. 750. Как? От Бога. А он судит миссионерство. Это не миссионерство. Он не знает. Почему? От зависти. Зависть и осуждение. И после того, как он выступил на меня, он стал лучше? Нет. Он ушел на дно. Больше времени нету. Я с таким обещался. Он не знает куда главный. Говорил. Достаньте вы от меня. Ну вы же говорили, что я такой. Я ничего не говорил. Ну как же не говорил. Я же в интернете стоял. То есть. Его подбили. Может быть что-то даже пообещали ему. Самое я увидел пакостное. Тогда, когда приходят из сектантов. И желают стать священниками. Вот. Я натолкнулся на такого один. Хорошее отношение. Он руководителем был. Из сектантов пришел. Жена уже иконописец. Пишет иконы. И хорошее отношение. Но. Пообещали. Видимо. Учиться где-то на священниках. Он сильно хотел быть священником. Видимо. Поставили условия. Не знаете. Он не знает. Я пишу. Нет. А переписка-то вся сохранилась на форуме. Большая переписка. Фотографии. Мы беседуем. Как они крещение принимают. Долго нету. Но. В Майл.ру. Вам в друзьях. Я рассылаю какой-то материал. Я взял и ему послал. Думаю. Как. Он меня занес черный список. Я понял все. Это уже видимо стал священником. То есть. Сорваны все препятствия. Доступа дьявола к совести. Сожженная совесть. То есть. Он обязан абсолютно всем. Что у него есть в православии. Через меня. И получил ответы на все вопросы. И. Это единственный случай такой. И. Никакой связи нет. И заносит черный список. Понимаешь. Нет. Это настолько было для меня необычно. Не то что обидится. Или что-то. А я просто отшатнулся. И. Ну. И. Как же так. Ты родился здесь. Я родил вас благородствованием. И. Не то что я вас не знаю. Я ненавижу. Я презираю. Я вас замазываю. Я понял. А там можно сделать только поповство. Поповство патриархии. Притом он ничего в православии не имел. Ничего. Вся переписка помещена на нашем форуме. Пока не хочу. Наверное. Кто пожелает я ему скажу. Из города Ярославля. Так. Надежда Васильевна. Войди сюда. Что там? Кому помешала тяпка вот эта. Я вчера поставила ее около бочки. Она стояла с водой. И вот эта тяпочка лежала. Чтобы ее там отмочить. И. Вдруг. Игнатий Тихонович. Из кустов. За. Где они там ремонтировали. За лестницей. Выносит мне. Говорит. Ты посмотри что. Кто ее забросил в эту траву. Она стояла около бочки. Кому она помешала. Всего несколько часов простояла. И вдруг он мне выносит. В таком виде ее. Пожалуйста. Эта стояла возле бочки. С водой. Да. Я ее взял и понес. Мы там норку заливали. Паука. Игнатий Тихонович. Эту я просто достал из воды и все. То есть я возле бочки ее взял. Ну ты возле бочки вот в таком состоянии взял. Да. Именно. Ну кто. Ведь кто там. Она же сама не могла. Нет. Она не могла. В прошлом году. Да. В прошлом году она у меня была. В этом году я поливала ей. И поставила. Всего несколько часов простояла. Они уже поломаны. Меня. Выслышь что-то. Внимательно. Ты вопрос задала. Тебе отвечаю. Она у тебя стояла. В нее заложили такое. Это международное кажется ЮНЕСКО решили. Чтобы не было. Которое не портится. Оно чтобы разлагалось. Она у тебя была разложена. Наступил момент. Она оторвала. Лопла и полетела. То есть она стояла. Все в себя в это включенное было. И виновата только ты. Я говорил. У нас ведро, которым щерпали из бака. Щерпали три года. Естественно. Солнце стали ставить. Все. Оно лопнуто. Сейчас уже лопнутое. Горшки. Сколько было. Еще Надежда Павловна. Которая у нас была. У горла Егоренко. Торбеева. Достала. В магазине мелочей. Ну спокойно стой. Если тебя не касается. Голова не будет вот так мотаться. Стой спокойно. И она достала вот эти ночные вазы. Горшки. Все целые. Кроме одной. Почему? Потому что стали выносить. Вы приучили их проветривать. Ты вот выходишь с ночным горшком дома. Я гляжу. Голуби пьют. И ты туда их суешь. И в голубиной тазик промыть надо. Что там мыть-то? Когда через минуту опять то же самое будет. Все целые. Ты его на солнце оставил. Вот они его оставили. И все. Он уже лопнул. Притом все. Несколько дней побыл лопнул. Почему? А накапливалось. Но последний килограмм оторвал. Так что сто процентов. Твоя вина. И не надо никого. Она уже вся была. Незримые маленькие трещинки дает. А теперь она стояла и лопнула. Он ее такую увидел. Никто этого не делал. Само по себе показывает. Как она есть. То есть она похожа как надрывы шли. Она идет. Ну если не приняла значит следующее такое будет. Не приняла. Я только что ей поливала. Я послала несколько. Я сказал еще. Так что только думать надо. Думать надо. А не языком шевелить. Теперь. Вот эти. Пропиленовые мешки. Ногой кто-то ударил. Ногой кто-то ударил ее. Так. Пока можешь успокоиться? Могу. Посмотрим. Сидеть людей и Бога. И вот эти пропиленовые мешки у нас. Она работала. Не работала. В общине была. У нее муж имел общение. И он мне каждый год доставал. А я их давал с условием. На солнце не оставлять. Согласны. В этот же день они у них на солнце. Я дарил по 10 мешков. Каждый дом. Не свое. Мы ответственны перед ним. Перед этим Константином. И что матушке. В каждом углу. Там пойдешь. Посмотрел. Ну я не знаю сколько. Но мест 5. Свободно. Я найду где мешки. Надежда Васильевна. Они одинаково делают. Прихожу. Зачем? В доме только стоит. Сколько он у тебя стоит? Я третий день прихожу. Уже все. Внутри начался процесс. Он разлагается. Да он был хороший. А он у тебя развалится теперь дома. И вот такая. Если она стояла у тебя на солнце. Она стояла. И ты занесла ее домой. Дома. Ровно через 15 дней. Она вот такая будет. Время здесь. Это заложили ученые туда. Еще раз говорю. Не бабьим глупым умом. Думает правительство. Потому что дно. Не море, а океан стало засоряться. Гибнут виды рыб. И поэтому срочно было собрано. Отодвинется. Она меня ждет лишь. Я тут потихонечку. И заложили туда что-то. Чтобы на солнце оно все разлагалось. И тогда в океан там какая-то шелуха попала. Она никакой роли не играет. То есть на мелкое. И даже попав на дно океана. Оно продолжает вот этот процесс свой дальше. И дробится на мелочь путь превращается. Сделано очень умно. Вы не знаете этого. Не знаете. И поэтому. Попадайте в такие назвательства. В просак. А вот. Я и не трогал. Не трогал. Я говорю. А ты чего болеешь то? У меня рак легкий. Я не курил. Не курил? Нет. А ты курил раньше? Ну да. Но я уже год как бросил. Год бросил. 61 год курил. 61 год ты рвал легкие. Но я сейчас то не курю. Но последствия то те. Есть или нет? И вот начинает согнется. Какой? Блудник. Какое выражение лица. Все показывает. Кто он такой. Вор его видно. Ты не знаешь? Я знаю. Это в фильме. Апостол он показывает. Когда учит. Как говорить. За что хватать его. Как. Как. На запах. Ну-ка. Вдохни. Он скажет. Чувствуешь? Это вор. Запах издает человек. 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 Носом. Узнает. А ты знаешь про это? Да ничего ж ты не знаешь. Я рассказываю то, что известно тем людям, которые делают. Он болеет. И вот у женщины нога. У нее вот так вот пальцы расходятся. И вот так. Ну вот. Там выпирает. Ты ходила на высоких каблуках. А раньше. Да раньше куда оно делалось то? Я в армии еще увидел. У нас стоит вот так вот. Да это. Ну тут-то. Торщок или шпилька называется. И она стоит вот как стоит. И когда я в трамвае гляжу. Она сядет. И стягивает. А кому это надо? На асфальте иногда торчат отдельно. Каблук оторвался. В асфальт. В расплавленный. Вошло. Что? Это твое. Ходила на танцы? Ходила. Не скрипи. Господь тебя через это ощущает. Ну сейчас-то я не хожу. Еще бы ты старуха поволоклась там. Весь бы кинотеатр разбежался. Страшилище. В зеркалах вот это смотрится. Зачем тебе это? Было это? Было. Виновен. Благодарю. Бог мне этим напоминает. Напоминает о танцах. Что ходил вот так вот. Это самое дурацкое, что есть сейчас. Женские высокие. А мужчина это бритье. Оно не надо. Чего ради скоблишься? Ну чтобы это. Чего это? Ну пыль. Ну у тебя как по стеклу слетело и все. Да ты же раздражаешь кожу. И она все равно растет. Я тебе докажу это вредно. Вот подбородок никогда не мерзнет. У тебя мерзнет? Да, главное. Борода все закрывает. Борода. Борода дана мужчине. Вот ему не дана вон отрок. Муж. Муж. И у него щи. Человек. Щело. Век. Щело. Лоб. Щело называется. Она правильная вещь. Слова то какие у нас. Русский язык. И поэтому знать надо многое. Не все конечно. Но вещи такие. Виновен. Виновен. Ну будет ли. Сейчас меня бы спросили. Сказали. Наверное ты рассказал. А вот конкретно. У нее будет ли. Будет. Как было так и будет. Так же мешки будут на улице. И так же вот эти лейки. Склянки в банке. Они так на улице будут стоять. Почему. Человек себе это взял. А выбросить не хочет. Для виду. Хорохорец. И говорит. Ну. Не вылезло бы. Никто не знал. Лишь подозрение пало на кого. А на кого. Не знало. Это мое. Это я сделал. Я. Мы там сейчас вчера рыли. А у тебя там маленькие. Фундамент. Кто-то закладывал там. Прям совсем маленькие. И не можем накопаться. Сколько там гравий издалека привезенного. Там в земле. Только пошел Володя за большим ломиком. И кое-как развернули. Чтобы столб поставить. Который тебе нужен провод кинуть. Это все сделали. Сделали. Оценили. Нет. Дальше провода. Как были они по земле. Так и будут на земле. Были и будут. Сырость. Из бани. Сделал. Провел поверху. Нет. Они приходят. Бросают пони. Заходят дети. Голыми ногами становятся. Сколько раз на этом ловил. Так это сколько раз Бог спасал. Только попало одно. Ребенок мертвый уже лежит. Что из тебя? Вот так рот. Глаза так раскрыты. А кому они нужны-то? Что из тебя возьмешь? Виктор Савченко мне сегодня перекинул материал. Я его давно знал этот материал уже. Один мужчина в зале суда убил судимого. И не просто убил. А как говорят с великой дерзностью. Охранники ничего не могли сделать. У него 14 лет дочери. Ее там насильник изнасиловал. А его судят условно пять лет. Условно. То есть тюрьму даже не сажали. Он большие деньги заплатил. И он это уже знал. И он в интернете поискал какие там у разведчиков ножи. Все это дело. Чтобы никто не подозревал. Сам изготовил ножей. Пять. Ножи тяжелые такие. И начал метать. На расстоянии 20 метров не промахивается. 20 метров. И он тяжелый такой меч. Нож вот такой длины. Он просто бьет. Ну и когда в суд вынес. Все. Ну что? И в это время он издалека в зале суда метнул три. Два в сердце точно попали. Один в горло. Все три смертельные. Но когда его сразу схватили. У него еще два ножа было. То есть он обезопасил себя. Все дни тренировался. Тренировался. Бывший спецназовец из Афганистана. Все. И суд судил всех присяжных. Присяжные присудили ему пять лет условно. Даже не арестовали. Вот так говорит. Когда суд не судит. А он уже ждет. Победу так же оставал. Не все такие. Спецназы на пенсии спецназ. Ты это послал? Да? Восемь. Восемь присудили. Ну может быть. Но главное, что он судил. Так что. Одна женщина. Точно так же дочь у нее украл. Какой-то там туркмен. Узбек. И она ее насилует. И взял один раз ее на базар. Она ее увидела. Но он не отдал. Судье. Тот еще нет. Следователь еще нет. Она пошла купила ружье. Обрез сделала. Обрезала. И в сумке ей пришла. И когда последнее свидание было. И он тогда пошел и огорнулся в дверях. Ну что, получила? И в это время следователь ничего не успел сделать. Она выхватила заряженное. И его в дверях тут же застрелила. Ну это же убийство. За нее поднялся весь город Иркутс, кажется. И все. Ей ничего вообще не дали. До президента дошли. Рано или поздно ты наклюкаешь, на тебя это придет. Сегодня, завтра, послезавтра оно висело где-то. И последний килограмм оборвал. Будьте мудрыми. Если мы о чем-то говорим, хотя не все вы понимаете. Это необходимо. Сегодня мы простимся. Мужа поблагодарим, что он тебя отпустил. И скажу, вот доказательство того, что не зря Илюша в целости сохранности. Ну и все остальное дальше увидишь. Ждите. Ролики-то идут. Вы там себя увидите. Я сегодня только за один день выставил 13 роликов. Там уже пошли у нас. Как мы ждали, искали королевых. И как Володя там на крыше созванивается. И наш ролик сегодня выставил, когда королевы. Вот они приехали, наши короли. Мы их встречаем. И теперь Константин там увидит. И все дальше будет. Мы не сразу выставляем. Потому что другие выставляют. Я замки снимаю только. Без комментариев. Нам есть что дать. Все остальные предыдущие дни по 10 роликов каждый день. Ну то есть мы снимаем. И все поучительное. Занятие. И вот на занятие, говорит мой, нервы заходят. Сегодня одна. Ага. Кому же она привет-то еще тут передавала? Батюшке. Фамилия Усатая. Когда фамилию давала, мужчина пришел и говорит Усатый. Ну никто не подумал, что и женщина с этой фамилией эту же фамилию будет носить. Она Маталия Усатая. А какая она Усатая? И она вышла за сирийца. И он обещал ее отпустить. Она хотела приехать на еще. Но не отпустил. И она из этого блудного греха меня, когда Господь выведет, помолитесь обо мне. Вот батюшки попросила. Ваше молитвие, от которой содрогается все, говорит, земля. Ну помолитесь. Ну какое содрогается? За себя, говорит, молиться будет. Успешно было. Вот. Сегодня она об этом написала. Мне, говорит, очень тяжело и не могу вырваться. Живет в Германии. А мужу как раз. А там платят им пенсии или там помощь государственной. Он не работает и вполне прилично живет. Если четыре ребенка у тебя, можешь не работать. Тебя прокормят. И получают столько, сколько рабочих не получают. Интересная страна какая-то. Иммигранты едут, а рожают в основном. Арабы разные. Их всех кормит страна. Еще дальше будет неизвестно. Все. За стол. Что-то принести надо. Может что-то не тяжелое? Тяжелое? Отодвигай дальше. Тяжелое? Отодвигай дальше. Ладно. Брат, Никита, принеси, пожалуйста. Сергей. Никита, принеси чай. Сейчас иду. Мастер. Возьмите. 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 Боряшки свои машьте. Свините. компот